Это день победы, порохом пропав, это праздник зиною на лесках. Празднику со слезами на глазах были посвящены межрегиональные соревнования по самбо. Они проводятся в Заречном ежегодно. По традиции турнир начинается с торжественного митинга у обелиска победы. Здесь звучали слова благодарности в адрес ветеранов, тружеников тыла и всех, кто помог одолеть врага. Такое количество молодежи, молодых юных спортсменов, а все они будущие чемпионы, мы это знаем. Присутствие их на таком мероприятии вселяет меня в уверенность, что мы никогда не забудем вашего подвига. Мы никогда не забудем подвига наших отцов, дедов, прадедов. Благодаря нашим дедам, бабушкам, прадедам живем в мире. И то вот безоблачное небо, которое у нас сейчас есть, это благодаря им. Я бы хотел сказать большое спасибо, с большим уважением за тот подвиг, который они совершили. Вечная память тем, кто положил свои жизни за то, чтобы мы с вами жили. Храните эту память и чтите павших в боях и оставшихся в живых. Память тех, кто не дожил до 72-й годовщины Победы, почти или минутой молчания. В этом году в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов. В Заречный приехали представители нескольких регионов. Приехало несколько коллективов Саратовской области. Это Петров, Скортищево, Саратово два коллектива, Балашов. И один коллектив с Воронежской области, с Сталовой. И также коллективы Пензенской области. С города Пензо, город Кузнецк, город Никольск, Наровчат. Участники выступали в разных возрастных категориях. Самым старшим борцам 16 лет. На ковер выходили не только самбисты со стажем, но и не очень опытные спортсмены. У нас спортивный класс в школе. И меня пригласил тренер. Нам хотел тренер по самбо. Он нас там обучал. Для малышей 2008 года рождения и младше провели отдельный турнир в рамках соревнований. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадио, компания «Заречный».